добрый добрый день уважаемые зрители моего канала сегодня хочу вам рассказать про курочек породы кучинская юбилейная ну сначала про свою историю про мой опыт с этой птицей мне пришлось эту породу приобретать и разводить два раза первый раз это был девяносто пятый год мы завели с мужем кучинских юбилейных курочек в общем-то счастья не было предела эта курица которая настолько радовала яйцом причем в любое время года своим характером и в общем-то неприхотливым содержанием потом по некоторым причинам нам пришлось распродать наше поголовье и второй раз я эту птицу завела в 2010 году в 2010 году это была совсем другая кучинка то есть абсолютно чем отличалась отличалась во первых своим немножко внешним видом она была более желтенькая только под хвостиком темная своей массой это была очень тяжелая птица ближе к мясному направлению чем к мясо яичному какой является кучинская порода и птица несла очень мелкое яйцо то есть настолько мелко что даже в общем-то продавать его не получалось только для своих столовых нужд что в общем-то меня очень огорчило я пыталась разобраться я так поняла что кучинка есть нескольких селекционных линий конечно самая главная селекционная линия это сам кучинский завод а потом насколько я знаю еще занималась разведением кучинки сама темирязевская академия какая была первая какая была вторая линия не знаю но птица была абсолютно разная я промучилась со второй линии вот с тяжелой лет пять наверное постоянно птица была склонна к ожирению постоянно была была проблема с яйцеводом мелкое яйцо то есть из-за жирей ожирение яйцевода птица могла просто погибнуть не могли разнестись настолько они были тяжелые конечно мясо там было гораздо больше но с этой породы я преследовала совсем другие цели поэтому этот момент меня мало интересовал и так по прошествии многих лет конечно с той линии мне пришлось расстаться уже по собственному желанию не по обстоятельствам по прошествии стольких лет я нашла именно ту первую кучинку которая не тяжелый и с крупным яйцом в общем перед нами молотки в три с половиной месяцев видно да что они такие поджары сухие не тяжелые как подобает мясо яичной породе не как бройлеры не как мясная порода а именно мясо яичное прежде чем приобретать эту птицу я у заводчика попросила взвесить яйцо яйцо у этой кучинки 65 грамм и более ну от 65 до 70 это то как раз что я очень долго искала в общем то теперь являюсь счастливой обладательницей вот этих курочек и давайте я вам расскажу о самой породе почему почему я ее завела и в общем то почему я ее так долго искала но начнем с того что а давайте про плюсы этой породы самый большой плюс этой породы это аутосексность суточном возрасте понятно кто петушок кто курочка по окрасу также у меня порода михеленского кукушка тоже аутосексная то есть для заводчика для продажи цыплят это очень очень удобно во взрослом возрасте птицы тоже отличается по окрасу петушок вот он стоит а второй слева он более красный курочки вот такие вот ребристенькие это отключился озонатор я периодически здесь делаю обработку я сейчас покажу его так давайте вернемся курам значит аутосексность и в суточном возрасте и в дальнейшем дальше высокое конечно вкусовые качества мяса и яйца яйцо кучинских юбилейных на мой взгляд ну тоже одно из самых вкусных я знаю такую историю когда французский повар приехал в россию ему подали восьмятку яйцо кучинской юбилейный он уверял что такое вкусное яйцо может быть только у французских кур в общем-то да сама себе говорит ну опять же плюс неприхотливость содержание дальше что еще очень нравится что что такое неприхотливое содержание то есть птица может жить полноценно без всяких заболеваний простуд и так далее в неотапливаем курятники то есть так как наши бабушки содержали птицу понимаете там где из кое каких досок сделан курятник через эти доски просвечивается улица птица себя чувствует комфортно и что самое главное она продолжает нестись то есть они при минусовой температуре продолжают нестись но дальше что дальше яйценоскость опять же плюс значит вот это мясо яичная порода кучинская юбилейная дает от 200 до 220 из в год прекращать свою яйцекладку только в момент линьки вот заносится они не поздно заносится они где-то в пять с половиной в шесть месяцев и как я уже сказала у молодых курочек яичко вес в среднем около 60 грамм у перьярых 65 бывает 66 и 67 отличные показатели для мясо яичной породы значит опять же плюс этой аутосексности то что мы можем суточном возрасте не лишних петушков сразу отсеять да и посадить их на откорм я пробовала убирать петушков в четыре месяца кучинских юбилейных которые были на откорме вес тушки был 1,8 килограмма очень вкусное мясо и естественно варить супчик из такого петушка одно удовольствие покупатели всегда такое мясо есть всегда то есть лишними они никогда не будут дальше непосредственный плюс том что у них ярко выражен инстинкт выси насиживания то есть имея кучинскую юбилейную можно не задумываться об инкубаторе эта птица сама будет высиживать цыплят процентов вывода цыплят под курочки очень большой 97 процентов это я сейчас посмотрела в интернете информацию но я и знаю это и по своим курам которые у меня были что высиживают они очень хорошо цыплят то есть они могут и своих цыплят высидеть и уток и кого только они не высиживали у меня то есть это такие мамашки до мозга костей цыплят они водят очень хорошо защищают очень хорошо есть такие породы вроде бы кое-как высидела там два-три яйца из всего заложенного потом этих цыплят бросил и пошла себе по своим делам про кучинскую юбилейную этого не скажешь она будет охранять защищать кормить следить в общем это самое в общем-то на на моем опыте самые лучшие мамаши из той из тех пород кур которые у меня были дальше значит по кормлению значит здесь все равно хорошо соблюдать нормы как известно мясо яичной породы кур потребляет среднем от 100 до 150 грамм корма 60 процентов от этого корма может быть не надо переворачивать я им размол дала чтоб они вышли из-под полочки они еще не очень ко мне привыкли так 60 процентов от этого может занимать сочные корма то есть трава любая там любые овощи ненужные там вам лишние кабачки тыквы огурцы в общем все 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 даже можно в общем-то давать и кухонные какие-то отходы это породы кур прекрасно переносит вот наши остатки как говорится барского нашего стола что не скажешь о других породах если допустим дать каким-то изнеженном породам таким квелом что-то со стола то тут же начинается расстройство желудка нет эти куры как поросята с удовольствием будут кушать все подряд так характер характер вот характер я очень люблю птицу спокойную дружелюбную равновешенную это как раз таки мой вариант они очень быстро привыкают к человеку они не дико шары они не склонны каннибализм они не нервные вот кученки крайне редко практически я никогда еще практически я не слышала про то чтобы они друг друга расклёвывали выклёвывали хвосты дрались и так далее то есть это очень очень спокойная порода кур ну и в общем то с их содержанием у вас проблемы как говорится не добавится а наоборот очень будут только радовать и стабильно давать прекрасные показатели мясные и мясо и яичные в общем то ребят такую породу почему я завела вы знаете что у меня породы такие немножко с изюминкой почему завела кученских юбилейных да потому что постоянно постоянно есть желающие и вопрос для начинающих вот прям для совсем начинающих кто курицу в жизни и вот так вот никогда не видел только на картинках я рекомендую эту породу кур заводить так как в общем то испортить эту породу очень сложно практически невозможно а если они у вас будут на выгуле а для кученок выгу это очень очень важный момент они должны гулять вот если они будут на выгуле то они в общем то сами себя могут прокормить конечно зерно обязательно давать нужно все остальное то птичка найдет сама и еще я замечал из моего опыта цыплята кучинской юбилейный крайне редко практически никогда не болеют кокцидиозом возможно возможно есть какие-то есть какой-то иммунитет против кокцидий но в общем то желудочно-кишечный тракт у этого тракта этой птицы очень здоровые в общем то они гвозди переваривают и ничего страшного поэтому может быть они и не болеют кокцидиями что не скажешь про другие породы кур в общем здесь можно обойтись практически без профилактических пропоек это то что любят начинающие птицеводы потому что многие боятся эти слова да допустим иммуностимуляторами путают с антибиотиками пока это вот человек разберется можно взять кучинскую юбилейную и получать прекрасные результаты по мясу и по яйцу вот такой вот у меня небольшой обзорчик этой породы обязательно буду показывать дальнейшее развитие этой птицы что дальше у меня получится чего не получится хотя я сомневаюсь что здесь можно что-то испортить в этой породе захочешь как говорится не испортишь очень даже птичка милая и в общем то советую советую всем вот сейчас они у меня на карантине сидят в отдельном курятники с моей птицы они не имеют никакого контакта то есть они пока закрыты вот видите вот их помещение закрыта вот в такой вот металлической дверка сейчас я покажу вам чтобы вы понимали что во двор они выйти не могут так слишком светло да камера никак не переключится на улицу произвесковали стены но вот какая-то звездка то ли слабо развели и известковал не я мои помощники как-то это пятнами ну ничего важно то что обработка была сделана это главное остальное нож красота вот не получился у нас в этот раз красоты теперь каждый день так как птица не из моего хозяйства я обрабатываю помещение озонатором озонатор я вам уже показывала нет неоднократно но могу еще раз показать вот такой прибор находится в птичнике можно его зафиксировать на любой стене озонатор значит прекрасно убивать все бактерии для профилактики респираторных заболеваний и вот в таких ситуациях когда птица не из вашего хозяйства достаточно включить на пять минут потом открыть дверь проветрить воздух чтобы свежий был как следует проветриваем потому что озон в большой концентрации он является ядом вот что птичку не отравить проветривайте и очень спите спокойно ваша птичка находится в санированном помещении с хорошим воздухом с хорошим воздухом есть у меня отдельное видео я в конце этого видео дам ссылочку пройдете посмотрите кому интересно кто еще никогда этого не видела не слышал что такое озонатор так я вошла в помещение мои курочки сразу ушли осторожней чуть сразу ушли значит под лавку ну кореш я здесь вот у них размол пять злаков и чистая водичка вот ведре причем вода замерзла но для кучинок это не опасно так выходит нет в общем то на этом я думаю мы можем с вами закончить это видео если кому интересно как в дальнейшем курочки будут подрастать что будет дальше меняться я могу снимать их конечно вот вот выходит выходит пока еще не привыкли ко мне когда привыкнут конечно они будут более наглые они могут даже на руки садиться очень как приучишь пошли так что-то у нас с вами с камерой вот все ребят обещала вам видео про эту породу многие ждут некоторые уже даже заранее записались на цыплят молодцы показываю вам будущих мамашек вот они ходят гуляют вот они ходят гулять все у них хорошо вот но я думаю что ничего не изменится все ребята всех рада была приветствовать на своем канале всего вам доброго если у кого-то есть вопросы или интересные темы для видео пишите буду снимать буду отвечать на ваши вопросы подписывайтесь на мой инстаграм оставлю обязательно ссылочку на инстаграм внизу этого видео все вам доброго до новых встреч